Приветствую вас, Ольга. Я думаю, что для начала вам идеально было бы поисследовать свое здоровье. Потому что ваши крики, срывы и так далее, это может быть свидетельством физиологических причин. То есть, условно говоря, у вас довольно неблагоприятная среда. Условно говоря, вы находитесь в стрессогенных ситуациях. И нужно стараться создать соответствующие условия для того, чтобы мы могли вам помочь. Понимаете, какая штука. Потому что, вот, то, что вы описываете сейчас, да, вот, как вы описываете сейчас. Например, сейчас вы поработаете психологом, допустим, сейчас поработаете. А дальше, потом, после этого, значит, опять все вернется на круги слоя. Ну, потому что вы окажетесь в привычной сфере, окажетесь в привычной для себя ситуации. Вот. И эта привычная для вас ситуация, она будет вызывать соответствующие реакции, да. Вот. То есть, это, в первую очередь, то, что вам нужно для себя понять. Это то, что, в первую очередь, нужно для себя вам выделить, выделить. Вот. В первую очередь. Далее. Значит, я думаю, что одной из ключевых проблем ваших, вот, которые, ну, которые вы описываете, одна из ключевых ваших проблем. Является в том, что вы действительно, как сказал, как правильно сказал, на мой взгляд, мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович. Вы себя, вот, такой, какая вы есть, вы себя не принимаете. Вот, именно, такой, какая вы есть, вы отказываетесь, ээээ, себя такой принимать, какая вы есть. Я уверен, что вы, ну, не особо о себе заботитесь, я уверен, что вы не особо, несмотря на то, что вы пишете, что вы себе ни в чем не отказываете, но я уверен, что вы немного о себе думаете, именно вот в контексте своего, значит, ну, психологического, скажем так, здоровья, вот, а это очень важно. Поэтому в первую очередь следует определить, какие основные аспекты мысли вы транслируете, собственно говоря, своему ребенку, то есть что вы транслируете ему, какую мысль вы транслируете ребенку, вот. Это очень важный момент, это очень важная история, потому что от того, что ребенок от вас получает, от того, что ребенок от вас чувствует, зависит, в принципе, его поведение и дальнейшая жизнь. Вот. Далее, далее, что хочется сказать еще. Развод, который, ну, вот, условно говоря, произошел у вас развод, это тоже не случайность. Развод произошел, я уверен, что не на пустом месте, а что у него, у развода вашего были, скорее всего, какие-то причины. И эти причины, возможно, кроются в вашем отношении, в том числе и к себе, то есть в ваших завышенных требованиях, в вашем чувстве, ну, чувстве вины, вот, и так далее. То есть это все вещи, эти все моменты, их нужно также рассматривать. Их нужно также выявлять, их нужно также анализировать, потому что от этого зависит то, как вы будете в дальнейшем выстраивать свою жизнь и свое отношение. К ребенку и так далее. Вот. Следующее. Это гиберопека. По отношению к ребенку. Гиберопека по отношению к ребенку, ну, здесь она просматривается невооруженным глазом, потому что это, это очевидно, что у вас есть гиберопека, вот, очевидно, что вы слишком много уделяете внимание ребенку, вот. И, соответственно, себе, вот, именно себе, именно себе принадлежать, вот, именно принадлежать себе, у вас, по-видимому, не получается, не получается показать ребенку, как это, когда заботишься о себе, да, когда доверяешь. Доверяешь, ну, доверяешь себе и доверяешь другому. Вот. Гиберопека. 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 Страх за ребенка, значит, соответственно, это бессознательное его обесценивание. То есть, вы считаете, что ребенок у вас, ну, условно говоря, какой-то, ну, какой-то недоколь. Вот. То есть, возможно, у вас есть такое вот впечатление, у вас есть желание ребенка своего исправить, сделать его, ну, нормальным, как все. Вот. Такое у меня возникло ощущение. Вот. Далее. Ваши крики, то, что вы, вот, значит, срываетесь на крик, да, это связано с подавлением своих чувств. То есть, вы какие-то свои чувства, какие-то свои чувства адекватно не выражаете, вот, ну, по какой-то причине. Вы их, свои чувства, зажимаете, вот, и они все равно находят выход, значит, ваши чувства через крик. Вот. Вот. И это нормально для чувств. То есть, конечно, то, что вы кричите на ребенка, это не хорошо, вот, но для чувств это норма. Для чувств это скорее норма, чем не норма. Вот. И здесь, опять же, основная цель заключается именно в том, чтобы проработать эти чувства, проговорить их про, именно прочувствовать лучше, лучше понять, лучше осознать, увидеть их. Их. Понимаете? Какая штука. Вот. Чтобы понимать, чтобы вам самой, да, понимать, что вы будете делать дальше с ними. Вот. Чтобы понимать, как вы будете, ну, поступать с ними и так далее. Для этого нужно, опять же, с вами разговаривать, да. Вот. То есть, это именно, это именно разговор с вами, это именно беседа, вот. Вот. Но, опять же, беседа только при том, скажем так, условии, да, при том условии беседы, что вы будете стараться именно, вот, знаете как, ну, изменить немного, изменять, вы будете стараться изменять свою среду, которую вы находитесь. То есть, будете, ну, пытаться, ну, пытаться поменять то, что вот происходит, ну, вот, с вами, с вами сейчас. Вот. Что-то происходит между вами и ребёнком. Вот. Дальше. Надень. Так. Моему ребёнку всего пять лет, когда он не случится, закривляется там, где не к месту, я после 50 замечаний перехожу на крик и дальше только нарастающий процесс продолжаю долго и много орать. Так, совершенно очевидно, что вы здесь выражаете негатив не к ребёнку, а совершенно очевидно, что вы выражаете негатив здесь по отношению к, ну, к другим, правда. Вот. Вот. Это, ребёнок здесь это, всего лишь, всего лишь предлог. Как не, мне печально это осознавать, но ребёнок всего лишь предлог. Вот. Поэтому я думаю, что ключевой момент, ключевой момент в том, что вы говорите, что он закривляется там, где не к месту. То есть это, условно говоря, это такая, знаете, потребность в контроле. Вот. Стремление, стремление к контролю. Вот. Я бы сказал, что стремление к контролю ваше, означает, что вы себя не чувствуете в безопасности. Вот. То есть, условно говоря, вы себя чувствуете не защищённым. Вот. И, соответственно, с причинами, с причинами, по которым вы себя не чувствуете защищённым, да, до конца защищённым. Нужно работать. Потому что, ну, необходимо, понятно? Понятно? Понятно. В чём вы видите для себя угрозу. Далее. Я раздражительно уставший. Уставший от чего? Да. Здесь нужно, опять же, переоценивать свои ресурсы, переоценивать свои силы, свою энергию, которые вы тратите. Вот. А сложности на работе, сокращения. Вот по какой причине вы воспринимаете это негативно? Негативно. А я скажу. Вот. Казалось бы, вы говорите, ребёнок кривляется там, где не к месту. Но, простите, а кто определяет, где к месту, а где нет? Да? Кто оценивает, где к месту, а где нет? Где могут кривляться, а где нет? Особенно, если это пятилетний ребёнок. Но вы, вы, вы оцениваете. Вы даёте оценку, оценку ситуации. Вот. Понимаете? Какая штука. И, если, если вы даёте оценку ситуации, вот, с ребёнком, да, что вам никто не запретит, никто, ну, никто не запретит, никто не сможет запретить давать оценку, такую же оценку и всему, ну, всему остальному, как бы. Вот. Знаете? Хотя, делать этого, давать оценку, вы, ну, ну, не можете, не можете, потому что это не в ваших силах, как бы, ну, вот, оценивать, но вы оцениваете. Понимаете? Какая штука. Именно, эээ, данный аспект является одной из причин, почему вам так, эээм, тяжело. Например. Почему вам так трудно, например. Почему вы, эээ, раздражены. Потому что, условно говоря, эээ, многие вещи происходят не так, как вы считаете, они должны происходить. Вот. Но правда здесь заключается в том, что вещи не должны происходить так, как вы хотите, а вещи происходят так, как они происходят. Вот. Понимаете? какой, ну, какой момент, какой момент. Вот. То есть, это очень важно для понимания, для понимания отказ от оценки. А дальше вы говорите, что ваша мама болеет онкологией. Это, безусловно, очень эээ, больно и ужасно, что она болеет онкологией. Но, эээ, насколько вы, вот именно вы, да, вовлечены в этот процесс. Насколько вы, вы, вы вовлечены в этот процесс. Процесс того, что она болеет. То есть, вы ей помогаете, вы помогаете. Вы делаете для нее то, что можете. Я уверен, что делаете для нее то, что можете даже больше. Вы переживаете за нее? Да, конечно. Вот. Но здесь, опять же, важно, что, важно отдавать себе счеты в границах. Понимаете? именно в границах. То есть, если вы, эээ, не будете, эээ, отдавать себе счет в границах. То есть, где вот та, грант, эээ, переход за, которую я начинаю, начинаю, эээ, себе, ну, себе вредить. Да? Но, то ситуация будет, эээ, очень, эээ, печальной и грустной. Потому, ну, потому, ну, потому, потому что, эээ, всегда будет удовольствовать в счет в себе. Вот. Судя по тому, что вы оцениваете, судя по тому, что вы оцениваете, эээ, эээ, ну, то, что происходит в себя. Вот. У вас отношения, ээ, с мамой, ну, достаточно, эээ, такие, эээ, близкие. Вот. И близкие, может быть, не в том смысле близкие, что вы близкие, а близкие именно в том смысле, что вы, сами того, эээ, не осознавая, эээ, возможно, перенимаете ее модель поведения. Вот. Хотя, понятно, что вам, эээ, ничего кроме, эээ, ну, кроме негатива, эээ, данная ситуация не дает, не дает. Вот. Поэтому, отношения с мамой, эээ, вероятно, что же, требуется, эээ, ну, поисследовать. Дальше, эээ, так. У сына нарушение произношения, речи, звуковозамещение, официальная работа с логопедом, дома также занимаются с мамой. Эээ, понимаете, вот, как вам сказать, здесь есть очень деликатный момент. Есть, конечно, вероятность, что вы меня неправильно поймете, но, я полагаю, что будет хуже, если я не скажу вам. Эээ, так вот, так вот, эээ, вы, эээ, хотите своему, эээ, всеми помочь. И я, в общем-то, эээ, понимаю, я понимаю, что вы хотите ему помочь. Но, эээ, таким фанатичным отношением к его особенностям, вы, ээээ, можете ему не нести пользу, а вредиться, давая у него ощущения, что если он не сделает так, как одетевые, то он будет плохой. Если он не сделает так, как одетевые, то он будет, эээ, ну, условно говоря, не знаю, каким-то не таким. Понимаете? Вот. То есть, эээ, вы можете, эээ, своим отношением вредить ему, даже, может быть, сами, чтобы он не желает. Поэтому, так важно, чтобы внимание, точнее, внимание, его особенности, уделялось немного. И если вы занимаетесь, к примеру, флагопелем, да, то, может быть, этого и достаточно. Будет лучше, если вы просто, эээ, с сыном будете разговаривать. просто на какие-то отвлеченные темы, просто на какие-то интересные для вас все темы. Вот. И, эээ, все, собственно говоря. Понимаете? Это, опять же, момент. Момент, почему так много вы занимаетесь, что вы пытаетесь сделать, что вы пытаетесь добиться, что вы пытаетесь доказать и, как бы, кому вы пытаетесь доказать, да. Эээ, дальше, вообще, мой сын, мой моторчик, быстрый, стремительный, дома ходит при прыжку, прыгает, трещетка, много-много говорит, комментируется вокруг, не замолкает. Эээ, здесь у вашего сына наблюдается потребность в любви. То есть, если человек много говорит, это означает, что он нуждается в любви. Он острее нуждается в любви, чем другие люди. Что происходит? Ваш сын много-много говорит. Вы воспринимаете данный факт, как, ну, конечно, как что-то такое, значит, связанное с его особенностями. Вот. То есть, вы воспринимаете это так, на мой взгляд. Вот. Вот. Эээ, и, собственно, все. Собственно, все. Так. Я думаю, что нужно постараться взглянуть на это все-таки более, ну, более, более глубоко. Так. Эээ, значит, Света Ленина говорит. Так. Эээ, когда мы начинаем делать уроки, логопедические занятия. Вы знаете, Эээ, Ольга, есть, опять же, еще один момент. Эээ, вы говорите, что когда вы начинаете делать уроки, логопедические занятия, ваш сын начинает еловить, короче говоря, не хочет, не хочет, не хочет заниматься. Сразу на это с тем, что в этот момент, когда вы начинаете заниматься логопедическими занятиями, он чувствует себя не таким, как все. Он чувствует, что с ним что-то не так. Поэтому он не хочет это делать. Тем более, он не хочет делать сладу. Понимаете? Вот. Там еще он знает, что вы от него ждете каких-то успехов, а для него это неестественно. Нормально, какая шука. Поэтому так важно, чтобы вы с ним именно разговаривали. Вы с ним разговаривали, чтобы показывали. Чтобы вы не стремились полностью его исправить. Чтобы стремились просто сделать съемок максимально возможно. А это не только занятия. Так, эээ, признать задание правильность по 3-14 на 1-2-5 неправильно. Я раздражаюсь, ведь я знаю, что он может. Ну и что, что он может? А почему он должен от этого? Раздражение, вот мое значение. Знаете, раздражение, ваше, как сказал мой коллега, Кутрищев Игорь Леонидович, раздражение связано с ожиданиями. Вы ждете от ребенка, что он будет вот действовать, ну, определенным образом. Понимаете? Вы ждете от него, что он будет действовать определенным образом. вы хотите, чтобы он действовал на определенный момент, вам это нужно, вам, не ему, понимаете, какая штука. Дальше, так, на фоне болезни мамы, развода, работа, я постоянно плакал по любому поводу, это травма, мама не проработана. Так, мне прописали терролитже, месяц полна, потом, кажется, перестал облак, и теперь постоянно раздражение. Более всего, пока кто-то взрывает на мальчика, он очень умный, хоть и ленивый, и веселый, и жесткий, а так возвращаясь, а потом плачу вместе с ним. По сути, Владимир Владимирович демонстрирует ему очень деструктивное поведение, безответственность за свои действия. То есть, ребенок может совершить действительно что-то такое, негативное, он знает, что вы на него сперва покричите, потом будете с ним вместо плакать. То есть, как бы, это очень деструктивное поведение. Дальше, вы говорите, он очень умный, хоть и ленивый, и веселый, и все, и так далее, и так далее. Он очень умный, хоть и ленивый. Что плохого в лене? Почему вы считаете, что этот ребенок не должен быть ленивым? Особенно пятилетний мальчик, который бы даже из школы не начал. То есть, как бы, я думаю, что вам нужно учиться взаимодействовать с ребенком. Вот, для чего есть хорошая книга Юлии Борисовны «Гопенрейтер», «Общаться с ребенком как». Вот. Дальше, со сном проблем нет, засыпаю стремительно на всю ночь, как будто сознание теряю, как-то и с раздражением, блоки и слезами, как следствие. Работать с причинами. Сил нет, ничего не хочет. Работать с тем, на что уходит сила. Так же, как у меня повышенный тревожный страх. Это, по сути, неотреагированные чувства, незащищенность. Все время переживаются ребенка за его здоровье. Вибропека, как в данном случае, вы переносите на своего ребенка свою неудовлетворенность. Ну, это нормальная практика. Это нормальная практика. Очень часто люди так делают. Человек, который не очень любит себя или не очень хорошо о себе заботится, но он, конечно, переносит всю эту историю на ребенку. Вот. Дальше. Так. Я постоянно переживаю о работе. Заработок позволяет платить кредит за квартиру, не нуждаться, особо себе не отказывать. Подачивание перешивать. Если вы боитесь сокращения, то вам нужно а рассматривать альтернативные возможности реализовать свою профессию, б стараться быть на коротком счету и начало. Переживаю за свою жизнь, ведь случилось что со мной, и мальчик остается один, а почему вы... Почему с вами должно что-то случиться? Мама, я прошла 9 курсов химии, сердце стало сдавать. И... Продолжите мысль. Я так устала, я безручна практически. Опять же, я от чего устала? Больше всего коры себя совсем обижала. Виза, обычные наградания, требования к себе. Вы постоянно напряжены, вы не расслабляете. Вы только пять, я постоянно чем-то недовольна. Скорее, есть цель какая? Вы хотите ему помочь, забывая о том, что вы лечаете ребенка детства. Сейчас как бы... Полноценная личность, какой вы хотите видеть его в будущем, это необычное занятие. Далеко необычное. Как успокоиться, как быть терпимым, как нервировать. Работа с психологом. Помогите, пожалуйста, можете опять сходить к неврологу. Может быть и сходить, не знаю, это вы сами решите, но... Мне думается, вот с точки зрения психологии, что... Зачем вам вот все чувства свои выразить, все, все, что у вас есть. Выразить, выплеснуть, выкрикнуть. Дальше уже будет. У вас... У вас есть хороший момент. У вас есть, да, зарядка того, что психотерапия вам поможет. Вот. У вас не только негатив, у вас есть позитив. У вас нужно только подкорректировать. Но сейчас вы не готовы к психотерапии, у вас слишком много чувств. Эмоциональное напряжение нужно снизить. Снизим эмоциональное напряжение, вам будет легче, гораздо. Вот. Вот. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. Ну, и тут сказал мой коллега Кудрыщов Игорь Леонидович, как квинтэссенция вашей проблемы, да, это безусловно. Вот. Так что, выбирайте себе психолога и начинайте работать над проблемой. То есть, как вы брады думаете, что можно вам помочь, вот, ответить на ваш текст. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.